В Ивановском зоопарке Прибавлении из питерского питомника на ПМЖ в Иваново приехали двое аляскинских маламутов. Такое замысловатое название породы появилось неспроста. Она была выведена эскимосским племенем Малимьют очень давно. И с тех пор эти северные красавцы называются в честь этноса их создателей. Порода очень интересная. Она выводилась специально для перевозки тяжести людей по глубокому снегу в холоде. В ней течет истинная кровь арктического волка. Те собаки, которые к нам прибыли, собаки титулованные. Кирилл – волонтер зоопарка. Ездил за северянами в Петербург. Эти собаки сами выбирают себе хозяина. И пережив вместе с парнем длительный путь, Брэм и Грета отдали свое предпочтение именно ему. Сложно было ехать сутки почти, потому что в поезде очень жарко. Собакам было очень плохо. Покупали воду, пили они ведрами. На станции их выходили, но в целом добрались хорошо. Собаки послушные, не лают, не кусают. Появились северные гости в Иванове не просто так. Совсем скоро жители города смогут потрогать, погладить и даже покататься в упряжках, запряженных маламутами. Несмотря на внушительные размеры, вес взрослого маламута составляет до 70 килограмм, эти псы очень дружелюбные. Когда на них направили камеру, оказалось, что еще и стеснительные. Не привыкший к такому количеству людей, Брэм отворачивается от камер, прячет за спиной своего нового хозяина. Чтобы кобелю было не скучно, с ним вместе приехала его подруга Гретта, которая, в отличие от своего смущенного мужчины, показала себя во всей красе. Прокормить аляскинского маламута не так просто. Собаки любят красную рыбу и форель. Из овощей они предпочитают бананы и морковь. В Иванове вряд ли можно найти таких чистокровных маламутах, по словам директора зоопарка. Стоимость собаки варьируется от 70 до 200 тысяч рублей, и это не предел. Иметь такую домашнюю собачку довольно накладно. В дамскую сумочку она не поместится, а значит, для светских раутов модниц не подойдет. Однако посмотреть на северных красавцев теперь может каждый ивановец. Полина Понасицкая, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.